Добрый день, дорогие друзья! Вы оставляете много комментариев под моими видео, и спасибо вам за это, потому что для меня лично обратная связь очень важна. Я со своей стороны стараюсь отвечать на ваши вопросы, и уже скоро будет очередной выпуск моего блога с такими ответами. Ну, в общем, самое время оставлять вопросы в комментариях. Но один вопрос повторяется постоянно. Вы пишите, мол, все правильно вы говорите о проблемах, но делать-то что? Что делать простому, отдельному человеку, чтобы изменить ситуацию, и в конечном итоге, чтобы изменить страну? Ведь один, мол, в поле не воин. Это непростая тема. Если, например, завтра все 145 миллионов наших сограждан захотят изменить свою страну, то никто и ничто не сможет нам помешать. Но 145 миллионов всегда начинаются с кого-то конкретно. С людей, которые не побоялись, которые нашли свой путь для выражения своей гражданской и политической позиции, и которые смогли добиться изменений, пусть небольших, но в лучшую сторону. Я хотел бы показать вам небольшое видео о Дмитрии Скурихине. Он участник нашей организации, и его история впечатлила меня. И, надеюсь, вдохновит вас. Невозможно решить проблемы писаниной. Организовываем митинг. Я родился в селе Русско-Высоцкого, Монсского района Ленинградской области. Окончил здесь школу и сразу организовал свой маленький бизнес. Я предприниматель. У нас три небольших сельских магазинщика. Работаем с семьей. Моя жена бухгалтер, слышиморозованин. В 2005 году я первый раз поучаствовал в выборах в муниципалитет. Ну, неудачно я проиграл. А в 2009 году я выбрался депутатом, стал муниципальным депутатом своего Русско-Высоцкого сельского поселения. К тому времени у нас здесь сложилась такая любопытная история. Вот эта дорога, которая проходит через наш поселок, главная дорога поселка, в 2013 году она превратилась просто в кошмар. Я местный депутат, активист, для которого нужно решать эти проблемы. Как это решить? Ну, писал я, писал в местную администрацию, в область. Что-то ерунда. Невозможно решить проблемы писаниной. Организовываем митинг. Вот здесь, прямо на этой площадке, вышли сюда. Сюда пришло 163 человека. То есть для масштабов Русско-Высоцкого это очень много. Это большой митинг. Мы пришли, выразили свою позицию, заявили требования, чтобы властям, чтобы эта дорога была отремонтирована. Сделали такие плакаты. Плакаты были изготовлены в местной школе искусств. Маленькие художники нарисовали вот эти плакатики. Напечатали это в газете, газету губернатору. Значит, это был май 2013 года. К осени 2013 года дорога сделана. Надо сказать, что народ у нас довольно-таки забитый, запуганный. Для них выйти на митинг и постоять за свои права, это уже подвиг, это геройство. Я свои плакаты начал вешать с марта 2014 года, когда вот началась эта беда с Украиной, значит, война. Я это делаю для того, чтобы жители могли прочитать на них мои лозунги и подумать о том, что вообще происходит в стране. Если на плакатах есть упоминания президента Путина, то висят они не более 3-4 часов. Значит, приезжает полиция, снимает и отправляют на экспертизу содержания этих плакатов. Никаких призывов к насилию, к оскорблению никаких, я не допускаю. Если эксперт говорит, что там все нормально, то тогда это все передается в административную комиссию Лоносского района, которая штрафует меня за размещение объявления в неположенном месте. На 3 тысячи рублей за каждый плакат. И вот благодаря правозащите Открытой России, которая помогла мне отстоять наши интересы, все эти 5 дел, которые дошли до суда, мы подали в суд и выиграли. Я недавно понял, почему я стал заниматься политикой. Вы знаете, чем отличаются налоги от дани? Налогоплательщик участвует в распределении налогов. Нет налогов без представительства. А данник нет. Дань заплатил и все, иди, собирай на следующую дань. А вот налогоплательщик участвует, я налогоплательщик. Я плачу порядка полутора миллионов рублей в год налогов. Это много. Это реально много. И когда я вижу, как бездарно, попусту тратятся мои деньги налогоплательщикам, я невольно хочу принять участие в их распределении. А это уже политическая борьба. Потому что добиться права распределять налоги, это значит получить власть. Дорогие друзья, спасибо, что вы посмотрели это видео. И надеюсь, оно даст вам ответ на вопрос, что делать. Ну, или хотя бы поможет с направлением поиска вашего собственного ответа на этот вопрос. Если вы знаете истории таких людей, как Дмитрий, или вы сами добились чего-то интересного, то расскажите об этом в комментариях. И, возможно, следующее видео будет про вас или про ваших знакомых. Ведь, как сейчас говорится, жизнь надо прожить так, чтобы о вас сделали видео на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok